Выехать из этих лабиринтов, то ищу приключения, машины стоят все близко. Здесь посмотрите, какие кактусы. Да, мы не доезжали, мы самое сладкое оставили на потом. Здесь очень уютно. Уютно, да, по таким улицам даже кто-то более, наверное. Такие вот между домами лестницы, которые выводят на другие улицы. Доброе утро. Помылись. Проснулись, это главное. Погода теплая. Холодные дни прошли. Впереди жара. Хочу показать двор здесь. Диванчик. Нужно посидеть. Ой, как хорошо, когда есть солнышко. Тогда все по-другому, мир другой. Это вот вход в дом. Там мылись, есть кухня. Ну, вот в таких условиях. Мы бы здесь готовить, конечно, не стали. Сейчас у нас по планам на завтрак. Вот. Виноград висит. Лестница есть на какой-то второй этаж. О, и вид на город. Даже горы видно, смотрите. Какая красота. Дебри здесь, конечно, еще те. Улицы узкие. Машину большую тяжело протиснуть. Ой. Лабиринты настоящие. Не везде проедешь, потому что либо пешеходный, либо какой-нибудь мостик через речку пешеходный. Вчера еще нашли удачное место, где можно поставить машину. Вот. Она как раз недалеко от дома. Это не платная парковка, а просто около домов здесь. Вот такой вот дом. Что тут наверху? А тут ремонт. Здесь, видимо, еще будут номера. Смотрите, как красиво оплетает виноград дом. Какая вот действительно красота по утрам. Просто тепло. Классно. Город рано начинает жить. Вот так здорово просыпаешься и смотришь на горы. Уже звуки города. Он вовсю, вовсю. Ваше olan дом. Классно. Субтитры подогнал «Симон» 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 тем временем мы доехали до алубки направляемся дворцу как дворец дворцовский дворец улицы точно такие же узенькие везде заборчики прямо заборчик заборчику домик домику этот город находится уже за ялтой пляж небольшой очень спокойно сианерский даже здесь спокойнее чем в алуште конечно гораздо больше да тоже так домики все друг на дружке на склонах дыма всякие такие необычные какие домики да сделана такая уже гостиница здесь нам будет нам налево вниз вниз да мы не доезжали мы самое сладкое оставили на потом видели все менее выдающиеся а вот такие вот места до самые значимые мы даже и не посещали да вообще здесь очень уютно уютно да по таким улицам даже кто-то гуляет наверное тут заботился уже с первого раза здесь вот таких дверей может здесь здесь уже неопонятно и номера есть но нас звонят улицам не написано спускаться уже по таким каким то лесенкам в самый центр уже Алубке Здесь уже туристов очень много Да, улицы, конечно Узкие Это прогулочные Ну да, для того, чтобы гулять Но не то, чтобы на машине ездить Это понятно Здесь тоже связано С аптекой налево А здесь тупик Как все узко Тяжело, очень тяжело найти Где оставить машину Узкие улицы, много машин Все едут в этот дворец смотреть И все прям впритык-впритык Тяжело, конечно В таких городах туристических Именно где старые узкие улицы Итак, мы на территории Самого дворца, в парковой зоне Будем гулять Знакомиться с этой достопримечательностью Крымской Тоже одна из значимых На этот раз уже для Алубки Достопримечательностей Там очень-то живет Шикарный низ Понятное дело Да, настоящий замок Мы внутри дворца Мы ожидали, что здесь не будет Хотя бы толп Русских Но в итоге Здесь тоже большие очереди Придется отстаивать В очередь, как и вчера На Айпетре Здесь она, конечно, поменьше Но обязательно нужно Попасть в сам дворец Раз уж мы здесь находимся Мы уже взяли отдельную экскурсию Она стоит 400 рублей Со взрослого И пока мы ждем Своей очереди Собственно, решили прогуляться По территории Посмотреть, что здесь есть Тем более, что Выглядит очень впечатляюще А на экскурсии Еще и узнаем Историю этого места Чем оно Было значимо Ну, а мы с вами Затем Сюда и дальше Работаем На главный парад Продолжение следует... Парадный кабинет Предназначался для аудиенции В его оформлении Отчетливо отражены Черты английского интерьера Начала XIX века Как и в других комнатах дворца Здесь в отделке Дерево Это характерно Для английских построек Того времени Пассивные двери Оформление окон Панели, сделанные из дуба В моду входит агитация Так потолок Производит Четыре деревянного Однако эта роспись Масляными красками По алибасу Очень удачно Подобраны рисунок обоев Которые по тону Гармонируют И с цветом камена И с деревянной отделкой кабинета Богато украшенная резьбой Инкрустированная металлом мебель Соответствует Парадной торжественности кабинета Круглый стол Тресло И стулья Орехового дерева Выполнены в Англии В начале XIX века Книжный шкаф Черного дерева Выполнен французскими мастерами Второй половины XVIII столетия В стиле буль Шкаф украшен накладным бронзовым рельефом Мастерский инкрустирован металлом И панцирем черепахи Военно-патриотическую тему Продолжает портрет первого владельца дворца Михаила Семеновича Воронцова Он изображен в полной парадной форме В ориоле воинской славы Оригинал портрета Исполненный в 1821 году Английским художником Томасом Лоренцем Ныне находится в Эрмитаже В тайский кабинет Выделяется наиболее оригинальной отделкой Среди всех комнат дворца Здесь особенно проявились таланты Мастерства крепостных умельцев Лепщики с необычайным искусством Отделали потолок под дерево Выполнили сложный рельефный орнамент Предпосные вышивальщицы Шелком и бисером украсили Соловьиные циновки на стенах Много поработали над оформлением Дымкомнаты рельщики по дереву Наличники дверей Высокие панели светлого дуба Пиляции, карнизы Створки стенного шкафчика Обравление зеркал Все украшено сложным резным узором Название комнаты не случайно Во второй половине 18 века Усиливается торговля с Китаем И как следствие В Европе и России Начинается увлечение искусством Этой далекой восточной страны Изящные изделия китайских мастеров Особенно высоко ценились Среди знатных дам А хозяйкой этого кабинета Была именно дама Супруга Михаила Семеновича Варанцова Елизавета Ксавельевна Урожденная графиня Браницкая Портрет, написанный неизвестным художником По оригиналу Джорджа Доу Вполне передает обаяние этой женщине Воспетой Александром Сергеевичем Пушкиным Большая часть мебели в этом кабинете Изготовлялась крепостными мастерами Волудкинской столярной мастерской Круглые гостиные и дамские рабочие столики Из волнительной березы Массивные дубовые кресла И стулья с инициалами владельцев дворца Хорошо сочетаются с дубовой отделкой всей комнаты В период Яроцинской конференции Руководителей трех союзных держав В феврале 1945 года Дворец Волуки был предоставлен Английской делегацией во главе с Уинстоном Черчиллем Личными апартаментами премьер-министра Были парадные и китайские кабинеты Соединенные ситцевой комнатой Ситцевая гостиная получила свое название Благодаря отделке стен Которые обтянуты ситцевой тканью Ситец, ткань восточного происхождения Получил широкое распространение в Западной Европе и России В середине XIX века Тогда же он стал настолько модным материалом Что ценился на уровне бархата, шелка и парчи Его использовали для отделки во дворцах и богатых особняках Этот ситец предположительно английской работы С изящным декоративным рисунком Массивный диван орехового дерева Классический форм с боковыми книжными шкафчиками Пышно инкрустирован бронзой В гостиной представлены пейзажи русских художников XIX века В эпоху романтизма жанр пейзажа Знакомящий зрителей с природой и архитектурой разных стран Приобретает большую популярность Вестилий, строгие подделки, несколько суровые и мрачные Там мы продолжали английский стиль оформления северного пассажира Высокие губовые панели украшены готическими арочками Массивный губовый потолок, характерный для стиля цудора В каминах огнецованы диагнозом, а шрифованы до зеркального леска Из Вестилий одни двери ведут на северный парадный двор Другие на южную террасу В больших танках, ведущий в южный портал Готовит нас к восприятию иных архитектурных двор Вышивки с изображением персидского шапка Выполнили техники бегомого шитья персидского мастера Агала Звольхов и Смой Агнишко Парадный подпредельный стиль Отмечает торжественностью три Голубая гостиная Подпредельный стиль в оформлении этого зала Присутствует лишь в готических переплетах оконных проемов В форме выступающего окна эркера В непременном камине Ну и камин в том отделке стен Облицован белым карарским мрамором И украшен пышным растительным орнаментом В осветительных приборах тоже повторяются растительные элементы Подсвечники канзелябров в виде изящных тюльпанов и лилий Подвески массивных люстр в виде дубовых листьев Здесь же представлен гарнитур светлой гостиной мебели Выполненный в стиле позднего русского лосицизма В 20-е годы XIX века Несмотря на то, что гарнитур был изготовлен Крепостными Воронцова для его дворца в Одессе И привезен в болотку лишь на рубеже XIX-XX веков Он отлично вписывается в интерьер Мебель гарнитура украшена орнаментом Из виноградных лос и колосик Что свидетельствует о ее изготовлении на юге Глубая гостиная могла служить и театром Выступов в стене делят ее на две неравные части Меньшая была сцены, большая – зрительным залом В выступах скрыт деревянный выдвижной занавес В августе 1863 года в этой гостиной выступают Великий русский актер Михаил Тимон Мочевкин Прибывший в Алуху по приглашению владельцев дворца Здесь он читал на их гостях на дурке измертного душа города Это было последнее выступление актера Через три дня щетки скончался объект Продолжение следует... Парадная столовая Парадная столовая – самое большое и величественное помещение дворца В этом зале удачно найдены пропорции Соотношение дневной шириной высоты Масса света льется из окромного окна эркера И окон дверей, занимающих почти всю южную степень Столовая, как и дисциплик, охота на подражание английским дворцовым интерьером XVI века В таком каталогах производят формы готических сходов и заканчиваются висячими замками Образцом высокого мастерства речи Каппадеева Вставляются резные панели Сложный результат надежных украшений и равные картины Тотный сбор украшен кубилок полковичного музыканта Который соединяется уносиком со служением корпуса Оттуда коричневый дом дерева Наши кармониры, церковь, слева и стенки, филе и тревоги, строгое, торжественное излучание По своей отделке, миллядное обращение отличается в степени и столовой Здесь такие же думовые партнели, речи на потолок, диабаз и текани Этот зал предназначался для русско-медленного отдыха, игр и развлечений Его украску прекрасно вписывается гарнитур в милле английской работы 20-30-х годов XIX века Он выполнен из орехового дерева, украшенный из боя и грустации металла В настоящем в мире в мильярдной находятся картины загородных европейских художников XVI-XVIII веков В центре над камином работа итальянского художника венецианской школы Вернанда Беллотта Пьерна верхнего ворота Для довольно мельчайшей архитектурной детали Беллотта изобразил свое произведение утром В патриархальном немецком городке, по юным улицам которого не так и вот движутся люди Все здесь дышит покоем и безнятежностью Продолжение следует... Вот и подошла к концу наша экскурсия по дворцу. Это было очень интересно. Теперь мы знаем историю этого места. Какие шикарные залы. В принципе, вы сами все это видели. Дворец невероятной красоты и созданный в средневековом стиле. Да, подъемы, подъемы, узеньки, улочки. Субтитры создавал DimaTorzok Бургер вкусный, но котлета очень жесткая, прямо очень жесткая. Она как-то выбивается из всего бургера, и ее даже жевать тяжело. Вот первый раз, наверное, встречаю настолько жесткую котлету. Я все думаю, почему она такая жесткая. Во-первых, она немножко даже подгорела. В общем, деревянная говядина. Вот она. Такие дела. Что касается лимонада, то здесь он вкусный и очень нравится. Мне такой кисленький, как я люблю. Суп лапша, например, тоже был достаточно посредственный. Изведение, наверное, еще оставляет желать лучшего. Ну, это лично мое впечатление такое сложилось. Как бы есть очень такие большие недоделки в еде. Хотя бы то, что она подгорела. Котлета была деревянной. На вкус и цвет. Тот же, например, молочный коктейль, он был какой-то очень жидкий. И просто вкус как будто подсахаренного молока. Обычно молочные коктейли более густые. Знаете, там взбитые сливки, пенка какая-то. Но здесь у него такая вот текстура была, что выпил и все. В общем, очень сомнительное такое впечатление сложилось после обеда в этом месте. Вот так вот выглядит это заведение. Карамба. Это прям самый центр Алушты. У них есть как на улице столики, так внутри еще и на втором этаже. Такие вот между домами лестницы, которые выводят на другие улицы. Это выход из дома? Это выход из дома. Ого. Ни номера, ни названия улицы. Так люди, здесь много ходят, что камни все уже блестят. Видите, все, лестницы, лестницы. Как же здесь ходят пенсионеры, мы даже не представляем. Бабушки, представляете, с сумочками после рынка. Вот, например, тоже интересное здание. Закрыто на замок. Никто не ходит, это видно. И не живет. Что это за здание? Это чья-то усадьба? Либо это какой-то пансионат? Красивое, но видно, что заброшенное какое-то, нежилое. На окнах не видно ни занавесок, ничего. Ну или вот, вы посмотрите, одно здание другого интереснее. Это выглядит, как какая-то башня оборонительная, да, крепостная стена какая-то. То здание с такими резными деревянными карнизами. Вот в такие закоулки и удивляйся. Вау. Просто шикарные дворцы. Лестницы наверх. Так как в Валужте проблема с свободными местами для автомобилей, мы нашли вот эту парковку, где оставили машину. Она платная. И в описании к этому видео я оставлю для вас геолокацию, чтобы, если вы приезжаете сюда, либо посмотреть на дворец, то вы могли тоже оставить здесь машину свою. Погуляли по Алубке и покидаем этот город. Вот впереди у нас красивые высокие горы, как всегда дома на возвышенностях. И выезжаем на трассу. Вот мы вспоминаем все. Природа шикарная, горы, высокие, море. Вот эти сосны, которые мне впечатляют. Как на Уалле, да, на высушку. Так же ведь. Тоже сосновые, вот эти горы, парк, и ешь, идешь. Единственное, что нет таких гор, на которых ростут такие деревья. Но тоже деревья растут. Такие, конечно. Оставили машину на какой-то стройке. А это уже обратная сторона всех популярных мест. Людям некуда уехать, все прут в Крым. Ласточкино гнездо гораздо красивее на фотографиях, на открытках, нежели... Страшно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова